Уже больше года ВТБ обслуживает розничных и корпоративных клиентов под единым брендом. Объединение дало возможность запустить новые продукты и улучшить технологии. Так, в 2018 году была запущена акция «Начнём с лучшего». По её условиям, средние и малые предприятия открывают счета в банке бесплатно, получая при этом три месяца бескомиссионного обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными. Мы более универсально стали подходить к работе с нашими партнёрами. Сейчас проводим совместные мероприятия, розничные и корпоративные бизнес-линии с нашими клиентами. Буквально вчера были переговоры с одной из компаний, очень крупной компанией в Приморском крае. Речь шла о достаточно приличном финансировании проектов. Это производители, это не купи-продай, это именно производители. Мы параллельно обсуждаем вопросы и финансирования проекта, и развития предприятия, и зарплатные проекты, и кредитование физических лиц. Результаты работы с сегментом среднего и малого бизнеса отражают основные экономические тренды и изменения рыночной конъюнктуры. ВТБ отмечает востребованность программ господдержки среди клиентов и продолжает в них активно участвовать. В 2018 году ВТБ выдал предприятиям Приморье в рамках таких программ 1,7 миллиарда рублей льготных кредитов. Это в полтора раза больше, чем годом раньше. Так, корпоративный кредитный портфель только за прошедший год увеличился более чем на четверть и составил почти 34 миллиарда рублей. Большая часть портфеля – кредиты малого и среднего бизнеса – 24,7 миллиарда рублей. Гарантийный портфель достиг 3,3 миллиарда рублей. Растет и количество резидентов свободного порта, которых финансирует ВТБ. В этом году около десятка таких компаний получат порядка 2 миллиардов рублей на реализацию проектов. Кредитные линии для них уже открыты. Не отстают и индивидуальные предприниматели – малый бизнес. У них появляется уверенность в завтрашнем дне, и они берут займы на развитие своего дела. Активно развивается рыбообрабатывающая и рыбодобывающая отрасли – логистика. Объем выданных займов бизнесу говорит об оживлении экономики региона. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.